Культура – это стремление к совершенству посредством познания того, что более всего нас заботит, того, о чем думают и говорят. С вами программа «Аколада» и я ее ведущий Тарас Куценко. Всякий человек далекий от искусства, но беззаветно любящий его, неизменно завидует человеку творческой профессии. Всякий же человек творческой профессии бывает недовлетворенным собой и в эти минуты сомнений готов бросить все свое творчество и отойти в сторону. Однако его высокий интеллект быстро напоминает ему о неприспособленности к другой жизни вне искусства. Нынешний театрально-концертный сезон полон знаменательных дат, среди которых и 20-летний юбилей Харьковского молодежного академического симфонического оркестра «Слобожанский». Сегодня в нашей программе мы расскажем об этом коллективе. Музыка сопровождает нас везде, каждый день, а кого-то и каждую минуту. В основном мы все любители, но некоторые посвящают музыке всю свою жизнь. Сегодня основная масса молодежи зачастую склонна воспринимать профессию музыканта как человека, играющего в рок-группе, либо группе другого направления, или вовсе уличного музыканта. Конечно, уличный музыкант – особый вид деятельности. Как часто куда-то спеша мы можем услышать и джаз, и классику, и частушки. В конце концов, это может стать и неплохим источником заработка. Внимание нашей программы сегодня обращено именно на тех, кто отдал себя полностью профессии музыканта. Симфонический оркестр. О, какое это наслаждение в детстве, когда от раза к разу у меня была возможность побывать за кулисами перед концертом симфонического оркестра. Конечно, тогда до конца не понимал, какой это чуткий процесс приготовления к концерту, и сколь опасно в этот момент ранимому флейтисту или сосредоточенному скрипачу испортить настрой даже своей некорректной заинтересованностью. Молодежный академический симфонический оркестр Слобожанский родился в 1993 году по инициативе деятелей культуры и искусства Слобожанщины. На момент создания был особый дефицит рабочих мест для новоиспеченных музыкантов-профессионалов, выпускников Харьковского национального университета искусств имени Котлеревского, тогда Харьковской консерватории. Сегодня коллектив наполнен профессиональными музыкантами, а также студентами старших курсов вуза. Такое сочетание является связующим звеном поколений. Старшие подтягивают младших, а младшие не дают возможность процессу старения духа коллектива. Идея вообще-то родилась у нас на кафе перед духовых инструментом в консерватории. И как раз там вот это вот зарождалась идея создания молодежного симфонического оркестр. И случайно Виталий Данилович Куценко, главный директор корпоративного театра, мы с ним разговорились и он сказал, что почему бы нам не создать в нашем городе молодежный симфонический оркестр. Дело в том, что наш город не обыкновенный, консерватория хорошая, университет молодых музыкантов, общий талантливый дом, но очень многие уезжали из этого городка, Москва, Киев, и другие страны. И, конечно, мы поставили на капитры, а я уже работал активно на этой капитры, задача хоть как-то удержать наиболее перспективно, наиболее талантливого молодых музыкантов. И поэтому город тоже появился чудеса из обитательности с тем, чтобы получить вот этот дозвил, разрешение от губернатора. Мы, я в частности, и Юрий Владимирович Соляников попробовали пробить эту вот идею. В то время был губернатор Масельский, человек прогрессивный тоже. Мы попали к нему на прием и объяснили, вот хорошо бы для такого огромного города, музыкального города, студенческого города иметь и молодежный симфонический оркестр. И он поддержал это. И таким образом наши студенты получили возможность репетировать на каждый день практически с новыми дирижерами. И это было счастливое время, когда это все можно было пробить. В 92-м году, 20-го августа, состоялась первая репетиция, первая репетиция. Мы приехали в Дэвид Драман. Оркестр как бы получил первое дыхание. И первая программа, которая была, и хайперских ассамблей, в которых участвовала народная артистка Украины Татьяна Гринденко. Оркестр получил такое вдохновение, такой большой толчок, которого хватило минимум на 20 лет. И при всех наших желаниях и возможностях, и невозможностях начала 90-х годов, которые у нас были в Украине, тем не менее, были люди, которые политически смотрели вперед и могли предугадать будущность такого замечательного коллектива. И в первую очередь, это, конечно, Александр Степанович Масильский, бывший губернатор Урода Хайкова. Человек с продзительным умом, такой, знаете, сельской хваткой, со всех сторон человек обладающий всерьез возможностями и способностями к созиданию. Одним словом, нам удалось в 93-м году, хотя первый концерт был в 92-м году, в 93-м году нам удалось официально, чтобы наш оркестр был образован. То есть появился распоряжение Масильского о том, что создать при оперном театре. Тогда это был молодежный симфонический оркестр с целью поддержки молодых талантливых музыкантов в Украине и, в частности, в Харькове. Долгое время у этого оркестра не было прописки. До сих пор юридическая прописка этого оркестра была на марте 19-м. Первым домом коллектива стал Харьковский академический театр оперы и балета имени Лысенко. Малый зал театра на пять лет стал родным домом для молодого коллектива. Оркестр принимал участие во всевозможных театральных мероприятиях и с годами такая практика становила все более и более неперспективной. Театр жил своей интенсивной жизнью, а оркестру нужно было развиваться в свободном полете. И вот директор Харьковской средней специальной музыкальной школы Валерий Николаевич Алтухов предложил руководству оркестра переехать в здание десятилетки. И с 2000-го года благодаря решению тогдашнего губернатора Харьковской области Олега Александровича Демина оркестр получил статус независимый. Когда же в 2003 году ректором Харьковского института искусств имени Котлеровского стала народная артистка Украины Татьяна Борисовна Веркина, жизнь коллектива поменялась в еще лучшую сторону. Когда ректором был избран Татьяна Борисовна Веркина, она сама предложила. Она говорит, а зачем вам вот это мыторство там, то АПИ, то десятилетка передать к нам. Мы с удовольствием это приняли, потому что это был идеальный вариант. Музыканты все отсюда, студенты все здесь, инструменты все здесь, литавры, контрабасы, виланчели. Все. Лучше быть не может. И вот, дай бог, по сей день мы существуем. Крыша у нас, Харьковский теперь национальный университет искусств и прекрасно отстроенный большой зал, где мы, так сказать, наши постоянные стационарные концерты. Я счастлив, что это помню это время, что мы, это уникальный коллектив, но что он единственный, я вот участвую в любом коллективе, нигде нет бюджетного, молодежного, симфоничного, академичного оркестра. И слава богу, что Гарри Турчский художественный руководитель оркестра понимает, что это именно вот то звено, здесь нельзя задерживать, это старт музыканта. Причем старт в самом лучшем смысле этого слова, потому что за три, за четыре года игры в оркестр, они приобретают такой навык, игры в оркестре, ансамбль, которые никакими занятиями специально добиться нельзя. Молодежный академический симфонический оркестр Слобожанский – постоянный участник культурных событий Харьковского региона. За многолетнюю деятельность коллектив завоевал симпатию зрителей, и по праву носит звание одного из образцовых молодежных коллективов Слобожанщины. Огромная роль в жизни развития коллектива, конечно же, принадлежит художественному руководителю. Ключевая фигура – знамя любого коллектива. Бессменный художественный руководитель и идейный вдохновитель всех процессов в оркестре – народный артист Украины Гарри Абаджан. Именно под его руководством идет процесс становления программы концерта и жизни коллектива в целом. Специфика выявления весомости этой роли Гарри Артушевича как художного руководителя необычайна. И необычайность заключается в том, что Гарри Артушевич очень часто как бы, условно говоря, незаметен. И вот если мы вспомним те характеристики, те оценки, которые дают выдающиеся артисты, художественным руководителям своих театров, то мы вспомним, например, театров, в частности театров, да, то мы вспомним, что этот человек был фактически едва ли не незаметен. Но эта незаметность что означает? Эта незаметность означает полное доверие к музыкантам, артистам, оркестрам, полное доверие к дирижерам. Так на самом деле это кажущаяся незаметность. Потому что на самом деле все ключевые вопросы и в организационном отношении, и в творческом отношении безусловно решает художественный руководитель оркестра. Но он делает это так мягко, так ненавязчиво, так интеллигентно, что порой складывается впечатление, что эти идеи, эти мысли, они носятся в воздухе и вот просто вот как-то вот счастливым образом они воплощаются в жизнь, без какой бы то ни было назойливости. Я никогда за эти 20 лет не помню, не слышала, чтобы Гарри Артушевич повысил голос. Я не помню, чтобы он на чем-то, в такой авторитарной манере настаивал. То есть он может, и он настаивает, но это он делает очень мягко. И я, с другой стороны, не помню такой ситуации, когда бы творческий состав коллектива не подчинился бы Гарри Артушевичу. Вот складывается такая творческая атмосфера, что эти идеи являются результатом совместного творческого вдохновения. В оркестре должны работать самые талантливые музыканты. Это первое. Второе – это горячее желание самих музыкантов. Потому что иногда бывает суперталантливый студент, но если нет у него такого большого желания, то не выйдет наша совместная работа. Душевная радость, восхищение, плюс работа с большими профессионалами. Это постоянный объем информации, новый. Работа инспектора оркестра – это организационные моменты, это наладить график, зал, расписание, то есть больше в таком аспекте. Отношения между коллегами, как обычные музыканты, нет никакого особого отношения. То есть на мои плечи ложится обязанность вовремя крикнуть «перерыв» и вовремя крикнуть «ребята присели». А все остальное – это обсуждение с художественным руководителем программы, место работы, перевозка инструментов, где, куда, во сколько, сколько, какой состав, какой человек, списки. В общем, все такая бумажная работа. У нас коллектив – молодые, талантливые музыканты, которые очень многие приходят сюда из-за желания работать вместе друг с другом. Есть возможность, конечно, поехать, попробоваться в другие оркестры и в Украине, и за пределами Украины. Ну, этот коллектив просто сюда тянет с друзьями работу. Это от музыки. Это музыка, это восприятие музыки. Все-таки все музыканты разные, каждый человек, каждая личность, у каждого идет свое восприятие мира, жизни, каждый вырос в определенных условиях, у кого-то легче, у кого-то сложнее. И поэтому мы соединяемся все вместе, а дирижер – это сердце вот этого организма, который пытается снабдить кровью, кислородом. Сегодня репертуар оркестра многогранен и вмещает в себя шедевры мировой классики. Оркестр часто исполняет музыку современных композиторов, как украинских, так и зарубежных. Главными дирижерами оркестра в разные годы были американец Гавриэл Хейне, заслуженный деятель искусств Украины Рашид Нигматуллин, Юрий Янко, Шалико Полтаджан, в ряд национальных конкурсов Дмитрий Морозов, который ныне возглавляет симфонический оркестр Киевского национального академического театра «Оперетки». Оркестр выступал со многими талантливыми дирижерами и музыкантами, среди которых главный дирижер российского государственного симфонического оркестра «Киевского» Главный дирижер академического симфонического оркестра «Урагской филармонии» «Быль и Лиз» Множество солистов из разных стран мира исполняли произведения с оркестром «Куцер», среди прочих подающих санузыкантов и наш санитический губер Дмитрий Край, который всегда с большим восторгом. Он радовался, что в его городе есть молодежный академичный симфонический оркестер. Радовался его дыша всегда. Было несколько сезонов, когда американский дирижер дирижер обновленного конкурса крайнего. Оркестр восхищает шумы. Ну и много других дирижеров. Так что мы за счет двух оркестров филармонического и молодежного, мы обеспечиваем то, чего не может обеспечить ни один европейский конкурс. Мы даем молодым музыкантам две репетиции для подготовки к конкурсу. Это же очень трудно технически сделать. Был бы у нас один оркестр, мы бы не смогли бы этого сделать. И качественно не провели. А все молодежные фестивали, которые проводят, а все харьковские ассамблеи, которые каждый год идут, три недели почти. Там же молодежный оркестр играет со всеми выдающимися музыкантами из Англии, из Франции, из Германии, из США, из России. И мало того, у меня был замечательный выпускник, один из первых, Дмитрий Лис, народный оркестр России. Он на моем юбилее год назад играл шахерозану, причем за две репетиции в большом зале. Они сыграли замечательный концерт, который очень вот живем на всех. Потому что есть молодежь, есть оркестр, есть город, который живет этой музыкой. Реклама – двигатель прогресса. Именно реклама приносит людям новые потребности, новые желания. Когда же желание перерастает в действие, в нашем случае зритель, пришедший на концерт, попадает в ауру комплекса информации. Каждый концерт начинается с художественного слова ведущего, лектора, который своим знанием и словом еще больше вовлекает зрителя в происходящее. Эту роль практически со дня основания оркестра взяла на себя доктор искусствоведения, профессор Елена Георгиевна Ощенко. Для меня это был огромный опыт и огромная радость. Общение, профессиональная радость, творческая и человеческая радость общения с оркестром. Начнем с того, что именно в этом оркестре я фактически приобрела ту профессию и ту специализацию, которая, к сожалению, в консерваториях всего бывшего Советского Союза и Советского Союза, потому что я заключала в вопрос в историю советского периода, мне обучаю, как себя вести на большой сцене, как одеваться, какая должна быть походка, какая должна быть прическа. Это все очень важно. Какая должна быть речь, ее темп, мера воздействия на слушателя. Я имею сейчас сценическое время, потому что это не должно превращаться в лекцию. Это не должно обладать некими специфическими такими музыковическими, теминологическими оборотами. Вместе с тем это выступление должно быть адекватным тому, что услышит публика и представить образный, художественный мир произведения, программы, творческий публик автора и так, чтобы публика тебя слушал. И вот то, что руководство молодежного оркестра и во многом оркестр, который всегда сидит и находится за твоей спиной. В меня поверили. Тогда, когда такого опыта у меня еще не было. Для меня сыграла очень важную роль. И каждый раз, выходя на сцену в течение этих 20 лет, я ощущаю поддержку симфонического оркестра. Я ощущаю безграничное доверие по отношению к тому, что я скажу, чего еще не знает вы, например, Гарри Артушевич. Он ни разу в жизни не спросил у меня, что, собственно, вы будете говорить. А это очень важно, творческая свобода. И, с другой стороны, не менее важно это ощущение той ответственности, которую ты чувствуешь, когда тебе эта творческая свобода предоставляется. и, конечно, для меня очень важным является то доверие всего зрительного зала, который слушает то, что я имею честь преподнести этому залу перед тем, как будет звучать музыка. Вот такая, наверное, конфигурация смысла. Могу сказать, что за эти годы мое отношение к этому виду моей деятельности, наверное, радикально и многократно менялась. И мне кажется, что необходимо, чтобы и наши студенты еще в студенческие годы вот такую специальность, хотя есть лекторская практика, она есть, но недостаточно ней. И я в этом глубоко убеждена по собственному опыту. И мало что произошло, никаких изменений не произошло с того времени, когда я закончила консерваторию. Вот мне бы хотелось, конечно, чтобы студенты, выходя из консерватории, более четко представляли себе, что такое вот это вот лекторское слово перед началом спектакля. Это спектакль, не простите, перед началом концерта. Это отдельная профессия, это специальность, которая, конечно, связана системными узами с музыкалической деятельностью, но она требует отдельной специальной подготовки. Молодой коллектив, молодые люди, молодые музыканты, очень такое хорошее взаимопонимание в оркестре. Этот оркестр занимается, он специализируется не только в классической музыке, но он также исполняет другого жанра музыку. Опять так интересно, что очень много разных дирижеров работают с этим коллективом. То есть ты учишься понимать руку разного дирижера, и это очень интересно. Я считаю, что музыкант должен развиваться, то есть разнопланово, как солист, как оркестрант. Во-первых, я хотел бы побывать на 50-летие этого оркестра. Я думаю, что ему еще очень много-много предстоит разных завоеваний, интересных программ, работы с различными интереснейшими музыкантами, исполнителями. А молодым людям, которые сейчас учатся в 10-леткие училища в музыкальном консерватории, в университете искусств, я бы пожелал им желания попасть в этот оркестр, желания играть как можно больше и лучше вырасти и стать профессионалом. Потому что этот оркестр, это созидательный момент и для всех других коллективов, так как это оркестр молодежный и понятно, что бесконечно в нем играть нельзя, а возраст берет свое. И вот уже на протяжении 20 лет этот оркестр создает кадры еще и как минимум, как минимум для всех коллективов города Харькова. А если разобраться, посмотреть, то очень много музыкантов, у нас вышедшие из молодежно-симфонического оркестра, работают везде и по всей стране, по всему бывшему СССР и многие работают за рубежом, при этом очень удачно устроившись как профессионалы и продолжают свою профессиональную деятельность. Поэтому молодежи я желаю крепкого здоровья, желания научиться быть профессионалом и, конечно же, вот этот иметь колоссальный профессиональный путь. Еще есть молодежь, есть оркестр, есть город, который живет этой музыкой. Так что слава Богу, что есть такой картинка. Играет музыка. 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 Ах, сколько еще будет концертов и выступлений, сколько будет репетиций, стинаний и каждодневных подвигов на пути к реализации себя творческого. И кто знает, может быть, среди них, музыкантов на сцене, окажешься и ты. Музыка – универсальный язык человечества. Музыка глушит печаль и является благодатным источником радости мудрых людей. С вами была программа «Аколада». До встречи!